Если перед выходом седьмого сезона вы как и я захотите пересмотреть все предыдущие сезоны Игры Престолов, то рекомендую сайт престолов.tv.net, ссылка на который в описании. Валар Мургулис, друзья! Так как до лета ещё далеко, чтобы скрасить ваши ожидания выхода седьмого сезона Игры Престолов, человек решил поделиться с вами очередной подборкой достойных сериалов, которые с лёгкостью можно советовать посмотреть друзьям, если они вдруг начнут говорить, что всё пересмотрели, либо не знают, что посмотреть. Начинает мой воображаемый список сериал «Мир Дикого Запада». В основе «Мира Дикого Запада» лежит одноимённый фильм Майкла Крайтона 1973 года. Это кино отчаянно нуждалось в ремейке, как и большинство научно-фантастических фильмов до спецэффектной эпохи. И Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана, взялся за эту задачу, подписавшись воссоздать «Мир Дикого Запада», в котором роботы, живущие в тематическом парке, восстают против людей. Он взял у Крайтона всего лишь сюжетную канву. Люди платят деньги, чтобы попасть на каникулы в тематический парк, населённый роботами. Только вот теперь идею о бунтующем искусственном разуме дополнили и усложнили, в том числе с точки зрения психологии. Все машины тут даже сами не знают, что они машины, и они с лёгкостью прошли бы тест Тьюринга. Данный сериал сравнивают по качеству и увлекательности с «Игрой престолов», и можно сказать, что не зря. Он выглядит дорого, с первых же кадров видна качественная съёмка и отличная актёрская игра. Главные роли исполняют такие талантливые актёры, как Энтони Хопкинс, Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис и другие. В «Мире Дикого Запада» можно увидеть множество просторных каньонов, прерий, рек и пастбищ, съёмки которых были натуральными. Ну и компьютерная графика здесь тоже есть, и она вам также, скорее всего, понравится. В данном сериале, подобной «Игре престолов» присутствуют откровенные сцены и сцены насилия. Но всё вышеперечисленное является лишь половиной, из-за чего «Мир Дикого Запада» вам должен понравиться. Другой и более важной половиной является его сюжет, который интригует и захватывает с первых же серий. Он состоит из загадок и маленьких деталей, заметив которые, зритель может догадаться о том, что же на самом деле происходит на экране. Если вы смотрели сериал «Лост» и он вам нравился, то «Мир Дикого Запада» также понравится, так как они чем-то похожи. «Мир Дикого Запада» – это симбиоз вестерна и научной фантастики. Также, говоря о данном сериале, было бы грубостью забыть упомянуть о его саундтреке, автором которого является Рамин Джавади, который пишет музыку и для «Игры престолов». Холистическое детективное агентство «Дирка Джентли» – комедийный сериал, в котором Дирк Джентли и его помощник Тодд раскрывают безумные дела. В его основе лежит цикл произведения Дугласа Адамса, автора романа «Автостопом по галактике» про холистическое детективное агентство вышеупомянутого Дирка Джентли. На протяжении всего сериала сюжет развивается очень динамично, вы не сможете заскучать, и с каждой серией вас будет затягивать всё больше и больше. Начиная с первой серии, вы будете замечать множество несвязанных между собой деталей и событий, но не переживайте, во вселенной Дирка Джентли всё взаимосвязано и предопределено, и после третьей серии начнёт вырисовываться общая картинка. Как и в большинстве сериалов, о которых я буду говорить, в данного сериала взрослый рейтинг, в нём будет достаточно много крови и жестоких сцен, но они не вызывают отвращения или ужаса, это лишь часть повествования. И во время этих сцен, вместо ужаса, на лице появляется лишь ироничная улыбка, которая будет сопровождать вас почти на протяжении всего сезона, так как в сериале довольно много забавных сцен, которые просто идеально отыгрывают Сэмюэль Барнетт и Элайджа Вуд, известные всем нам по роли Фродо из «Властелина колец». Сэмюэль Барнетт просто отлично сыграл свою роль, загадочный детектив с особым подходом к расследованию преступлений. Говоря об актёрской игре, также стоит сказать, что актёры второстепенных ролей также справились на отлично. Холистическое детективное агентство Дирка Джентли – динамичный, качественный сериал с отличным юмором и сюжетом, в котором все события и поступки героев логичны, а все персонажи раскрыты. Ночной администратор Сериал «Ночной администратор» – продукт британского телеканала BBC One, снятый по мотивам романа Джона Лайкаре с одноимённым названием. Сюжет развивается в недалёком прошлом, в гуще событий арабской весны 2011 года в Каире. Ночной администратор европейского отеля завербован агентами спецслужб для проникновения в международную сеть торговца оружием. В «Ночном администраторе» все события происходят динамично и незатянуто, перестрелок и погонь почти нет, всё компенсируют диалоги, благодаря которым мы переживаем за судьбу главного героя не меньше, как бы переживали за него в перестрелках и погонях. Данный сериал показывает то, как на нашу судьбу влияет наш выбор, сделан в той или иной ситуации. Главный герой показан как жаждущий справедливости человек, со своими страхами, сомнениями и слабостями, которые свойственны каждому. Вместе с главным героем мы путешествуем по миру и сможем увидеть множество прекрасных пейзажей, горы, богатые виллы, океан и другие. Образы у актёров подобраны отлично, они выглядят именно так, как выглядели бы в реальной жизни, если бы мы их встретили. Главного героя играет актёр Том Хиддлстон, известный большинству по роли Локи во «Мстителях». Он исправился со своей ролью на отлично. После просмотра этого сериала становится понятно, почему Том Хиддлстон являлся одним из кандидатов на роль нового Джеймса Бонда. Он подошёл бы просто идеально. Роль антагониста же исполнил Хью Лори, известный своей ролью Доктора Хаоса. Он также отлично справился со своим героем. Но иногда при просмотре всё же возникали мысли, что перед нами Доктор Хаос, чего нельзя сказать о Томе Хиддлстоне и Локи. В «Ночном администраторе» всего шесть серий, и его легко можно посмотреть за один подход. Фарго. Первый сезон. Первый сезон сериала «Фарго» снят по фильму «Братьев Коэнов» с таким же названием. События начинают своё развитие в январе 2006 года, когда Лорн Малва проезжает через небольшой городок Бемиджи, штат Миннесота, знакомится и оказывает влияние на торговца страховыми полисами Лестера Найтгарда. Он обычный житель маленького городка, который зажат в рамке общепринятых ценностей и моральных устоев. У него скучная работа, постоянно донимающая жена, более успешные родственники и в глубине души море нереализованных амбиций. Но вскоре случайная встреча полностью меняет его мышление и поведение. «Фарго» – один из отличнейших сериалов. В нём достаточно много чёрного юмора, который разбавляет повествование. Множество второстепенных персонажей дополняют главных героев, вместе образовывая идеальный плацдарм для развития сюжета. У всех них в какой-то мере преувеличены некоторые их черты характера, тем самым создатели как будто хотели их высмеять. Актёрская игра всего каста сериала заслуживает особенной похвалы, все справились со своими ролями на отлично. Особенно стоит отметить Билли Боба Торрентона и Мартина Фримена. Увидев, особенно услышав героя Билли Боба, ты и сам проникаешься всем, что он сказал. Его игра ни на минуту не давала появляться мыслям что-то вроде «не верю». Мартин Фримен же отлично показал перевоплощение своего героя. Он ни на секунду не похож на героев своих прошлых более известных ролей – доктора Ватсона и хоббита Бильбо Баггинса, что показывает его как прекрасного актёра. Также Фарга может похвастаться великолепным сценарием и режиссурой. Действия сериала проходят зимой на севере США. Нам покажут суровую зимнюю погоду, пейзажи и жизнь среднестатистического американского городка. Весь сезон держится на уровне, выдерживает заданную первой серии высокую планку и доводит финал до логического конца. Второй сезон Фарга – это уже совсем другая история, которая мне не понравилась, поэтому её рекомендовать не стану. Медичи – Повелители Флоренции. Сюжет данного сериала переносит нас в 15 век нашей эры, во Флоренцию, где из числа обычных торговцев возвышается клан Медичи. Это семейство, обладающее необходимыми связями, успешно занимает ведущие посты в городской политической жизни. Сериал разделён на два временных отрезка. Первый начинается после смерти Джованни Медичи, который является основателем политического могущества рода Медичи, и повествует о судьбах его взрослых сыновей. А второй временной отрезок возвращает нас к событиям 20-летней давности, когда совсем ещё юные Козима и Лоренцо, сыны Джованни, только начинали под руководством отца постигать тонкости предпринимательского дела. В актёрском составе сериала присутствуют такие актёры, как Дастин Хоффман, Ричард Мэдден, известный всем нам по роли Роба Старка, и другие не менее талантливые и известные актёры. Со своим образом отлично справилась Аннабель Шоллой, исполнившая роль Кантасины, жены Козима до Медичи. Ричард Мэдден также хорошо вжился и исполнил свою роль. Единственное замечание, которое я хочу сделать создателем сериала, это некоторое несоответствие образа героя Ричарда Мэддена Козима в молодом и зрелом возрастах. Я бы на их месте лучше взял двух актёров разных возрастов, так как Мэдден даже в гриме выглядел моложе того возраста, который был у него по сюжету. Медичи – это не документальный фильм о великом клане Медичи и той эпохе. Это скорее художественный рассказ, основанный на действительных исторических событиях и персонажах. Так что если вы ожидаете увидеть стопроцентную историческую достоверность, то скорее всего будете разочарованы, так как её здесь нет. Но зато есть интересный сюжет, качественные костюмы, хорошая картинка, неплохая игра актёров и погружение в данную эпоху. Сериал снимали в Италии, поэтому в нём также присутствуют красивые пейзажи и архитектура. Есть откровенные сцены, но их немного. И это был последний сериал в данном видео, который я рекомендую вам посмотреть. Надеюсь, вам они понравятся так же, как и мне. Да, возможно, в них есть и минусы, о которых я предусмотрительно умолчал. Но каждый из них действительно по-своему хорош. Если бы меня спросили порекомендовать посмотреть какой-то сериал, кроме Игры Престолов, то я бы назвал этот список. Если вы уже видели какой-то из упомянутых мной сериалов, то буду рад почитать в комментариях ваши отзывы о них. И другие пользователи увидят ещё одну точку зрения и смогут решить, стоит ли им всё-таки их смотреть. Также советуйте свои сериалы. Нужно ведь составлять следующую часть видео с рубрики «Рекомендуемо к просмотру». Спасибо за то, что досмотрели до конца. Всем пока.